всем привет приветствую вас на своем канале истории жизни с Эмилией Гарден и сегодня блог будет посвящен я буду встречать докажу вам что готовлю как встречаю чем угощаю как сервирую стол бугенвилия вся в цвету желтая даже уже отцветает наверху орхидеи тоже в цвету вам а за окном снег снег все засыпал пушистый красивый но хватит уже хватит снега хочется уже весны а у меня здесь зимнем саду не хотят ни в коем случае сдавать свои позиции вот такие пуансетти которые я покупала декабре начале декабря до сих пор они вот в таком виде я их просто пересадила просто плеваю больше ничего с ними не делаю они растут это уже вот новые листочки вот 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 этот лист новый вот эти здесь тоже вот вот этот листочек новый но не знаю меня никогда не получалось их сохранять с этой стороны тоже видите они такими яркими красивыми у меня пятнами поднимают настроение этот у меня роз роз вот это все новые листочки и что-то вот это не понимаю что этого что цветет что-то непонятно по моему хочет свести что это цветы непонятно очень даже девочки непонятно что это ладно узнаем разберемся и сегодня я буду сервировать стол для гостей такая будет обыденная сервировка просто для вкусного ужина начну с десерта сделаю такие маленькие тортики сделаю тесто обычного бисквита кто со мной давно знает мой рецепт это 5 яиц 150 грамм сахара можно сахара намного меньше если вы не любите слишком сладкое и 150 грамм муки и все любой бисквит у вас получится и даже вот такие маленькие ну как бы тортики кексики тоже получится обязательно будут пушистыми красивыми выпекаем при 180 градусах конвекция со всех сторон и где-то минут 30 рецепт этого вкусного белково-заварного крема есть на моем канале отрезаю немножко вверх делаю углубления и накладываю внутрь перетертую свежую смородину с чуть-чуть добавлением сахара такая небольшая кислинка аромат смородины очень хорошо будет сочетаться с белково-заварным кремом и это будет очень вкусно вот такой получился у нас десерт это у меня чайный будет стол вот таким а сейчас я приступаю к сервировке самого стола у меня давно стоят вот эти хризантемы очень давно уже вторую неделю и я их решила приурочить к сервировке стола чтобы они еще немножко порадовали нас делаю маленькие букетики вот в такие вазы они будут возвышаться над всеми блюдами мне кажется будут смотреться весьма аристократично элегантно и уже задавать веяния весны сервировки конечно же присутствуют свечи свечи всегда задают очень правильный антураж и каждая сервировка где присутствует большое количество свечей выглядит изысканно попробуйте не скупитесь на свечи не ставьте 12 подсвечника поставьте 4 или чуть поменьше или чуть побольше соберите все подсвечники вашем доме расставьте по столу и вы увидите какое волшебство произойдет с вашей сервировкой сейчас я буду сервировать просто белой посудой добавлю вот такого вот столового белья с красивой вышивкой буду сочетать опять-таки белый золото и серебро ну а сейчас я приступлю к прекрасному рецепту вкуснейший лазаньи поджариваем лук добавляем морковь немного тушим добавляем фарш также все тушим до готовности специи соль еще немножко поджарим наш фарш и как только фарш будет готов добавляем перемолотые томаты немного потомим и соус бланец готов теперь делаем соус бешамель 30 грамм сливочного масла растапливаем и добавляем 30 грамм муки все это смешиваем до однородности главное чтобы не было комочков и к этой однородной смеси добавляем пол-литра молока все хорошенько перемешиваем и как только начинает нагреваться наше молоко вот в это время обязательно добавьте прованских трав томление в молоке прованских трав задают нотку пикантности соусу бешамель они разогреваются и источают невероятный аромат попробуйте это очень вкусно и обязательно постоянно помешиваем девочки видите он густеет если у вас что-то не густеет добавьте чуть-чуть муки тогда потому что у вас не хватает муки но когда добавляете муку венчиком постоянно помешивайте чтобы ничего не подгорело дешамель не любит именно даже маломальцевого подгорания сейчас уже пахнет вот этими прованскими травами на этом этапе я уже выключила вот сейчас чуть-чуть подостынет и еще для сборки глаза не возьмите любую прямоугольную или квадратную форму первый у нас слой соуса бешамель затем я выкладываю пластины от барила не бойтесь что они сухие обязательно от соуса мясного и бешамель они обязательно размягчаться и будут очень вкусные как только вы разложили листы бариллы например для лазаньи опять покрываем хорошо покрываем соусом бешамель каждый уголок смазываем чтобы у нас ничего не осталось незамеченным так скажем каждый лист особенно по краям затем идет после соуса бешамель мясной соус болонез ну вы и так все наглядно сейчас увидите по краям и вот ну он Субтитры сделал DimaTorzok Заключительный слой делаем наоборот Это может быть третий слой или четвертый, смотря какая высота вашей формы У меня всего три слоя сюда помещаются Третий слой мы делаем наоборот Раскладываем листья барилла Как видите, еще раз я подмечу, что они сухие Ничего с ними отваривать не надо Просто не скупитесь на мясном фарше по краям И особенно на соусе бешамель И все будет готово Так вот, заключительный слой Сначала мы кладем мясной фарш бланьес Затем сверху его покрываем бешамель А сверху бешамель мы покрываем все сыром И отправляем запекаться 170 градусов на 20 минут И все, вуаля, сочная, вкусная лазанья подана к столу На этом я закончу свой обзор Всего вам доброго, мира и добра Пока-пока А мы будем пить вкусный, ароматный травяной чай Вот с такими вкусняшками Хорошего вам дня и вечера И вообще времени суток Когда бы вы не посмотрели этот обзор Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok